Мы продолжаем решение пробного варианта ГИА 2014 года по математике. Модуль алгебра, задача номер 3. Упростить выражение. Корень из 7 умножить на корень из 52 и все это разделить на корень из 182. Решим эту задачу двумя способами. Первый способ. Для первого способа надо разложить те числа, которые являются составными под корнем, на простейшие множители. Как это сделать? Давайте посмотрим. Перепишем корень из 7 умножить на корень из 52 и разделить на корень из 182. А теперь давайте разложим на множители число 52 и число 182. 52 на множители. Делим на 2. Получается 26. 26 делим на 2. Получается 13. 13 на 13. 1. То есть получается, что 52 состоит из произведения двух двоек и числа 13. Далее разложим на множители число 182. Так, 182 на 2. Получается 91. 91 можно разделить на 7. 9 на 7 берем по одному. И получается минус 7, 2. 21 на 7 берем по 3. То есть получается тоже 13. 13 и 1. Таким образом, нам можно будет переписать нашу дробь в следующем виде. Корень из 7 мы перепишем. Вот корень из 52. Можно записать как... Что такое 52? 52 это 2 на 2, да еще на 13. То есть число 52 мы записали таким образом. И корень из 182 мы можем записать как корень из 2 умножить на 7 умножить на 13. Почему? Потому что 2 умножить на 7 умножить на 13 как раз будет число 182. Ну а теперь можно по формуле корень из произведения равен произведению корней от каждого из со множителей. Поэтому мы можем с вами записать следующим образом. Корень из 7 умножить. Вот здесь вот корень из 2 в квадрате это уже будет 2. Но нам неудобно. Нам нужно будет сократить потом на 2 на корень из 2. Поэтому давайте все-таки перепишем как корень из 2 на корень из 2. Понятно, что корень из 2 на корень из 2 это 2. Но нам удобнее так записать. И на корень из 13 разделить на корень из 2, корень из 7 и корень из 13. Ну и теперь мы видим с вами, что можно сократить. Давайте сократим. То есть можно сократить на корень из 7. Получается по единице. Далее на корень из 2 можно сократить. Тоже получается по единице. И на корень из 13. Итого получается у нас корень из 2. То есть ответ корень из 2. Вот это и есть окончательный ответ. Решим эту задачу вторым способом. Давайте попробуем ее решить вторым способом. Значит, второй способ решения задачи. Давайте опять перепишем. Значит, корень из 7 умножить на корень из 52 разделить на корень из 182. Значит, второй способ решения задачи заключается наоборот. Там мы отдельно писали. Корень из произведения равен произведению корней. Здесь наоборот давайте вместе. Корень произведения корней это корень из произведения. То есть для начала давайте вот эти два корня объединим. То есть получается корень умножить на корень. Это будет корень из произведения. То есть корень, общий корень, под общий корень. Эти два числа подгоняем под общий корень. Получается корень из 7 умножить на 52. Вот таким образом. И разделить на корень из 182 равно. А теперь давайте перемножим. Да, до перемножения, давайте под общий корень. То есть корень разделить на корень, под общий корень все. То есть будет общий корень. В числителе будет 7 умножить на 52, в знаменателе будет 182. Можно уже сразу сокращать начинать На 7 можно сократить И можно сократить еще на 26 Но давайте лучше, чтобы увидеть Давайте лучше умножим 7 на 52 То есть умножаем 7 на 52 Тогда у нас с вами получается корень квадратный Так 7 на 50 это 350 И 14, 7, 2, 14 Получается 364 И мы видим, что это ровно в 2 раза больше, чем 182 То есть 364 мы теперь можем поделить на 182 То есть делим на 182 Число 364 Тогда здесь мы сокращаем Здесь будет 1, здесь будет 2 Получается корень из 2 И мы получили тот же самый ответ Тот, который мы получили первым способом Посмотрите, у нас ответы совпадают И теперь нам нужно ввести правильный ответ То есть мы обводим цифру 2 Задача решена Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...